Загадки истории Рим – современный город с древней историей. Рим – современный город с древней историей. Одну из легенд повторяли с особым постоянством. Время от времени эту огромную арену наполняли водой, чтобы разыгрывать знаменитые морские сражения, в которых погибали сотни людей. Но сколько правдивыми были эти легенды? Римский Колизей Чтобы выяснить, чего больше в легендах о Колизее – правды или вымысла, по инициативе загадок истории была создана группа археологов, историков и ученых, которым предстояло найти ответ на этот вопрос. Даниэл Мартинос – главный исследователь загадок истории. Дин Абернетти и Бернард Фришер – строители виртуального Колизея. Ганс Бесте – археолог и инженер. Кэтлин Коулман – специалист по истории античности. Маркос Янкельман – знаток истории гладиаторов. Мартин Креппер – инженер гидротехник. Опираясь на исторические данные и возможности научных приборов 21 века, группа специалистов загадок истории поможет нам совершить путешествие в первый век и покажет Колизей таким, каким он был тогда. Ученые опровергнут некоторые мифы. Получат новые сведения о шедевре древнеримских архитекторов. Прольют свет на то, какие ощущения испытывали в Колизее зрители, пришедшие развлечься, и невольные участники представления, которых ждал трагический конец. На протяжении столетий землетрясения, пожары, грабежи и безразличия оказывали свое разрушительное воздействие. Но руины Римского Колизея по-прежнему поражают воображение более чем трех миллионов посетителей, приходящих сюда каждый год. В 80-м году нашей эры, когда было открыто это чудо архитектуры, оно должно быть производило еще более сильное впечатление. Когда в этом амфитеатре собиралось 45-50 тысяч человек, шум, волнение и ожидания создавали особую атмосферу, притягивавшую зрителей. Это был крупнейший в мире развлекательный комплекс воплощения власти и богатства, которого Рим достиг к 80-му году нашей эры. Две тысячи лет назад Рим был центром обширной и процветающей империи. Но в первом веке нашей эры город переживал трудные времена. В 64-м году страшный пожар уничтожил центр города. Среди взаимных обвинений и предположений относительно причины пожара, молодой император Нейрон заявлял о своих правах на сгоревший центр города и построил для себя роскошный золотой дворец. Этот шаг не способствовал его популярности. Еще через несколько лет Римский Сенат приговорил Нейрона за плохое управление страной к бичеванию до смерти. В 68-м году, чтобы избежать унижения, он покончил с собой. Ставший императором Веспасиан, решил сделать широкий жест, чтобы произвести впечатление на римлян, и отдал распоряжение построить на месте дворца Нейрона самый большой амфитеатр в мире. Они сказали, что возвращают центр Рима народу и построили этот огромный развлекательный центр, этот амфитеатр, потому что в то время в Риме не было амфитеатра. 20 тысячам рабочих потребовалось около 10 лет, чтобы осуществить мечту Веспасиана. Амфитеатр Цезаря, как его тогда называли, произвел ошеломляющее впечатление и стал одним из известнейших шедевров древнеримской архитектуры. В амфитеатре, имевшем около 200 метров в длину и 50 метров в высоту, могли разместиться 50 тысяч человек, каждый 20-й житель Рима того времени. Вероятно, впервые в истории перемещение огромного количества людей стало проблемой гражданской архитектуры. Одной из наиболее сложных конструкций Колизея являлась система коридоров и лестниц, позволявшего пройти от входа, расположенного на уровне земли, до своего места и одновременно служившей опорой для трибун. Таким образом, она решала сразу две задачи. Для римлян вход был бесплатным. Им оставалось лишь найти вход, номер которого был указан на билете, и пройти по лабиринту коридоров к своему месту. Но что видел древний римлянин, вошедший в одну из этих арок? Чтобы выяснить, это Дин Абернетти и Бернард Фришер из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе высоздали Колизей в своем компьютере. С точки зрения археологии все правильно. Эта лестница ведет вверх. Воссоздание Колизея – непростая задача. Его размеры ставят в тупик даже самые быстродействующие компьютеры. Пожалуй, труднее всего в процессе воссоздания разрушенного здания разложить его на более мелкие элементы, которые можно было бы использовать при работе на компьютере. Работа же с целым зданием может оказаться непосильной для машины. На составление программы, позволившей воссоздать это чудо древнего мира, ушел целый год. Пришло время осмотреть его. Покажите, что вы сделали, Дин. Давайте войдем через одну из нижних арок. Средство современной науки демонстрирует изобретательность создателей этого шедевра архитектуры, позволившего использовать его более 500 лет. Это второй уровень, откуда лестницы ведут нас наверх, сектор, обозначенный красным цветом. А здесь мы видим конструкции, которые опускаются вниз, до зеленого уровня. Замечательно, Дин. Мы видим, какую изобретательность проявляли архитекторы, спроектировавшие это здание. Чтобы понимать, какие события происходили в этом здании, нужно увидеть его изнутри. Мы создаем имитационную модель, чтобы иметь возможность занять места, на которых сидели римляне, и увидеть то, что видели они. Наконец, исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе могут предложить нам совершить прогулку по коридорам и террасам Колизея, каким он был около 2000 лет назад, и стать свидетелями знаменитых кровавых сражений гладиаторов. Два тысячелетия спустя Колизея остается одним из главных украшений Рима. В свои лучшие дни он был сердцем империи, которая, казалось, была одержима мыслью о смерти. Каково было наблюдать зверства, которые разыгрывались на его арене? Дело в том, Барни, что 2000 лет назад мы должны были иметь билеты с номером входа, но мы еще не обозначили их номерами. В таком случае, если это вас утешит, я забыл билеты дома. Давайте войдем внутрь. Думаю, мы сумеем найти дорогу к лучшим местам. Эта часть здания предназначалась для сенаторов. В коридоре довольно темно. Мы прошли вглубь здания на 18-20 метров. Дневной свет доходит сюда лишь с трибун. Давайте поднимемся. Невероятно. Внизу видна фигура гладиаторов. Отсюда их можно разглядеть довольно отчетливо. Но с верхних ярусов амфитеатра видно гораздо хуже. Сейчас, Дим, мы находимся в той части здания, которой в наши дни не существует. Нам пришлось восстанавливать его по остаткам лестницы, внешней стене и образцам других римских зданий. Здесь сидели те, кто принадлежал к низшим слоям римского общества. Они, вероятно, смотрели массовые представления, а не сражения гладиаторов. И, конечно, общались с соседями. Прогулка по виртуальному Колизею дает представление о его размерах, но поражают не только размеры. Некоторые его части, на удивление, малы. Сейчас мы находимся в самом маленьком узком коридоре Колизея. Дело обстояло даже хуже, чем вы можете себе представить, потому что все находившиеся на верхних уровнях должны были проходить через этот коридор, и здесь образовывалась настоящая пробка. Многие историки считают, что это было средство сдерживания толпы и управления ею. Если вы осмотрите проход, воспользовавшись нашей моделью, то поймете, что это гораздо более сложная система. Большинство специалистов по античной истории придерживаются мнения, что зрители могли покинуть Колизей всего за пять минут. Виртуальный Колизей опровергает эту теорию. Но был ли темный верхний коридор ошибкой проектировщиков или чем-то более хитроумным? Возможно, это своего рода фильтр, который не позволял сидевшим наверху заполнить нижние уровни, прежде чем успеют выйти представители привилегированных классов. Это позволяло не только оптимизировать перемещение зрителей, но и регулировать его наиболее совершенным способом. Сложная система входов, коридоров и вестибюлей для выхода, получивших неблагозвучное название в амитории, представляет собой совершенную модель управления людскими потоками. Эта схема хорошо известна проектировщикам современных стадионов. И сегодня, через две тысячи лет, они используют те же принципы. Придя на любую арену, на любой стадион в нашей стране и за рубежом, вы увидите сходство проектов. Как устроены вестибюли, как организован проход зрителей на верхние трибуны, как организован проход на нижние трибуны. Колизей прообраз всех спортивных, арен. И точно так же, как на современных стадионах имеются места и ложи для важных персон, в Колизее места предоставлялись в соответствии с социальным статусом человека. В Колизее было представлено все римское общество. Все размещались должным образом в соответствии с их положением в обществе. Внизу, у южного входа, прямо напротив арены, сидел император. Это было лучшее место. Вокруг него располагались сенаторы, представители самого важного сословия в обществе. За ними располагались всадники, также являвшиеся одним из высших сословий. Далее исследовались свободные граждане. А над ними, на самых верхних рядах, откуда было видно хуже всего, сидели женщины и рабы. Наземная часть Колизеи имела сложную конструкцию, но и его подземная часть, которую не видели зрители, не уступала ей в этом. Лабиринт подземных коридоров и помещений назывался гипогеумом. Во время представления здесь кипела работа. Теперь, Даниэл, представьте себе, как здесь было темно, и единственными источниками света были факелы, и какой стоял смрад и дым. А выше была арена? Не только. Был еще один этаж. Посмотрите на эту арку. Она поддерживала второй этаж, так что фактически внизу было два этажа. Два уровня гипогеума были связаны с ареной системы подъемников, приводившихся в движение вручную. Посмотрите сюда, здесь устанавливалась лебедка. Они ее вращали и приводили в действие подъемник? Да, а здесь слева хорошо видны следы подъемника. Видите желобки? Вдоль центрального двигался подъемник. А здесь, вероятно, опускались противовесы. Да, с обеих сторон. С другой стороны тоже есть желобок. Во время представления рабочие, находясь под ареной, создавали эффекты, изумлявшие публику наверху. Благодаря их стараниям, словно ниоткуда появлялся свирепый лев или много львов, если было угодно публике. Открывался люк, и из него появлялись перепуганные животные, привезенные с самых дальних окраин империи. Это должно было казаться чудом. Чудеса в амфитеатре обычно начинались с представлений с участием животных. Часто это были инсценировки драматических эпизодов охоты в дальних странах. В таких представлениях могли участвовать разные животные. Львы, носороги, страусы, тигры и другие животные, привезенные из отдаленных уголков империи. Это было следствием мирового владычества Рима. Животных привозили в столицу, чтобы толпа могла посмотреть на них и увидеть, как их убивают. В нишах вокруг арены находились лучники, чтобы защитить зрителей от любого кровожадного зверя, который попытается убежать. В полдень большинство богатых посетителей Колизея покидало его, чтобы пообедать, а большинство простолюдинов оставалось посмотреть развлечение, предусмотренное в перерыве. Казнь. Они превратили казнь в драматическое действие, инсценировали древние мифы. И чем более кровавые, тем лучше. Легенда о том, что христиан бросали на съедение львам или предавали мученической смерти в Колизее, возможно, восходит к этим казням, а возможно, просто не соответствует действительности. По-видимому, в 17 веке распространение этого мифа содействовала католическая церковь, в которой было выгодно утверждать, что в античные времена христиан предавали мученической смерти. Факты, подтверждающие, что подобное когда-либо происходило, отсутствуют, но руины Колизея, к счастью, сохранились и стоят по сей день. В амфитеатре же после сытного обеда пора было начинать главный аттракцион. Бои гладиаторов Это было самое опасное спортивное единоборство из всех, которые знает история. Большинство людей представляли гладиаторские бои как сражения не на жизнь, а на смерть. По их мнению, все гладиаторы были вооружены примерно одинаково – мечом и щитом. Но исторические факты свидетельствуют о другом. На самом деле существовали разные виды гладиаторов, которые сражались по-своему. Мермелон Мермелон больше всего походил на обычного воина. Подобно римскому легионеру, он был вооружен большим изогнутым прямоугольным щитом, скутомом и коротким мечом. Правую руку защищал поруч, а левую ногу – короткий наголенник. Секутор отличался от Мермелона лишь не столь богато украшенным шлемом с отверстиями для глаз гораздо меньшего диаметра. Гомпломах, вооруженный как греческий воин, имел маленький круглый щит, длинное копье и высокие наголенники. Снаряжение фракийца состояло из квадратного щита средних размеров, наголенников, доходивших до коленей и изогнутого меча. Самым необычным бойцом был Ретиарий, незащищенный ничем, кроме наплечника. Вооружен он был сетью, трезубцем и коротким кинжалом. Как же проходили эти поединки? Предполагают, что наше представление боя гладиаторов сформировалось под влиянием одной картины. В 1872 году французский художник Жан-Леон Жером написал знаменитую картину «Пальцы вниз». Жером предлагал все усилия, чтобы верно передать все исторические детали. Многие считают, что ему это удалось. Говорят, что эта картина вдохновила создателей фильма «Гладиатор». Но все ли в ней достоверно? Глядя на картину Жерома, мы видим два яруса мест в нижней части Колизея, хотя их должно быть четыре. Император сидит на троне, но перед ним не натянута сеть, которая должна была защищать его. Но если неверно показано размещение зрителей, то, возможно, следует более внимательно присмотреться и к тому, как Жером изображает бой гладиаторов. Он считал, что в сражении участвовало несколько человек, и тот из них, кто не был повержен, считался победителем. Но так ли проводились бои гладиаторов? Взгляд победившего гладиатора обращен к первому ряду, где сидят девственницы, висталки, жест которых по латыни назывался «полике версо», что значит «перевернутый большой палец». Жером дал свой перевод – «большой палец, опущенный вниз». Но это было лишь его предположение. Пользовались ли римляне этим знаменитым в наши дни жестом? Бои гладиаторов велись очень профессионально. А сами гладиаторы были хорошо подготовлены. Их можно сравнить, пожалуй, с современными боксерами или фехтовальщиками. Военный историк Маркус Янкельман – ведущий специалист по боям гладиаторов. Он создал даже собственную команду бойцов. Практические исследования дают ему понимание того, о чем не говорится в книгах по истории. Общепринятое представление о том, что бои гладиаторов на арене были хаотичными схватками множества бойцов, в которых каждый сражался за себя безо всяких правил, в корне ошибочно. Вопреки расхожему мнению, рядом всегда находился арбитр, а в сражении участвовали только два гладиатора. У римлян существовали также определенные формулы для составления пар гладиаторов. Это классическая пара – Мармелон с большим щитом против фракийца с маленьким щитом. Мармелон был очень хорошо защищен спереди, а фракийц с маленьким щитом кружился вокруг него, чтобы зайти с фланга и нанести удар изогнутым мечом, обойдя щит противника сбоку или снизу. Мармелон мог сражаться также с Гопаламахом, у которого наличие длинного копья компенсировалось более слабой защитой в виде маленького круглого щита. Некоторые гладиаторы, например, Эквестеры и Провокатора, сражались с себе подобными, но римлянам больше нравились неравные пары. Ретиарий был вооружен хуже остальных гладиаторов, его единственной защитой служил маленький бронзовый щит на левом плече, а оружием — сеть, которую он пытался набросить на противника, чтобы затем поразить его трезубцем. С помощью трезубца он постоянно держал на расстоянии тяжеловооруженного противника, старавшегося вступить в ближний бой. В рукопашном бою он всегда выставлял левое плечо со щитом вперед. Поединок тяжеловооруженного гладиатора с очень подвижным, легко вооруженным гладиатором римляне считались самым захватывающим. И поэтому он пользовался наибольшей популярностью. Боец с сетью мог победить только в том случае, если ему удавалось измотать своего тяжеловооруженного, но малоподвижного противника. Ретиарий был явно слабее, и римлянам нравилось, когда он выходил победителем. Прежде всего, зрители хотели увидеть хороший поединок, который длился бы не считанные секунды. Поэтому лицо гладиатора, которое было его самым уязвимым местом, надежно защищало Забрала. Думаю, что Забрала, лишавшая противника индивидуальности и превращавшего его в безликого монстра, сделала бойца более агрессивным. Он атаковал врага яростнее, чем в том случае, когда мог видеть его лицо. Чем же заканчивались поединки? Не всегда смертью одного из соперников. Представление боя гладиаторов как о кровавой резне – сильное преувеличение. Лишь около 20% поединков заканчивались гибелью одного из соперников. В 80% случаев они выживали. Многие бои заканчивались в ничью, и раненые гладиаторы покидали арену. Но если один из них не мог продолжать бой, он бросал щит и поднимал левую руку с вытянутыми пальцами. После этого противник не мог атаковать его. Жизнь или смерть побежденного гладиатора зависела теперь от прихоти того, кто заплатил за состязание, и от желания толпы. Если зрители считали, что проигравший бился хорошо, то требовали помиловать его. Люди сжимали кулак, прижав к нему большой палец, и кричали «Миссум!», когда он был побежден, но жив, и мог самостоятельно уйти с арены. Но если его действия не произвели впечатление на зрителей, или если ранение было слишком тяжелым, исход был быстрым и неизбежным. Он должен был принять его как смертный приговор, встать на колени и, не проявляя эмоций, ждать смертельного удара. Обычно противник наносил удар в горло. А как же большой палец, опущенный вниз, знаменитый жест, означавший смерть? Исторические факты свидетельствуют о том, что жест был иным. Большой палец не опускали вниз, а указывали им на горло, имитируя смертоносный удар мечом победителя. Итак, христиан здесь, скорее всего, не истязали. Гладиаторы погибали не всегда. Знаменитый жест оказался мифом. Да и сам амфитеатр не назывался Колизеем. Как же быть с еще одной легендой, согласно которой внутри амфитеатра разыгрывались настоящие морские сражения? Или это еще одна античная небылица? Известно, что римляне разыгрывали морские сражения на специально выроток для этих целей озера. Эти представления пользовались большой популярностью. Но могли ли такие сражения, которые назывались Наумахиями, происходить в Новом Колизее, построенном в 80-м году нашей эры? Римский поэт Марцал, живший в то время, отвечал на этот вопрос утвердительно. В своих произведениях Марцал пишет об этом, как о реальном событии. Но он был поэтом. Можно ли воспринимать его слова всерьез? Если да, то как все было устроено? Он рассказывает об опоздавшем зрителе, который увидел чудо. На арене вместо суши было море. Но чтобы создать временное море, в Колизее потребовалась бы сложная система водоснабжения. Историк Дэниэл Мартинес решил провести исследование. Я нахожусь в центральной части туннеля, и по мере продвижения вперед начинаю замечать различные предметы, находящиеся выше. Туннель служил водостоком, но эти обломки могли оказаться здесь только в том случае, если уровень сточной воды был очень высок, как было бы в случае проведения Наумахии. Тогда наличие обломков и засохшей грязи на сводах туннеля легко объяснима. Посмотрите, что из нее торчит. Это похоже на глиняные черепки, но это обломок челюсти зубами. Водостоки были явно предназначены для слива большого объема воды. В случае необходимости их можно было перекрыть. Вертикальные пызы в стенах свидетельствуют о том, что здесь имелись шлюзные ворота. Где же находилось такое огромное количество воды? Очевидно, ею наполняли гипогеум, но наличие там двухэтажного лабиринта из каменных и кирпичных стен делало инсценировку морских сражений невозможной. Однако в 2002 году археолог Ганс Бесте, производя раскопки в гипогеуме, сделал удивительное открытие. Расчищая пол подземного лабиринта, он обнаружил большие каменные блоки с квадратными отверстиями. Сначала он думал, что они были частью сложной системы римских подъемников. Когда мы в первый раз увидели эти квадратные отверстия, мы решили, что они, как и круглые отверстия, предназначались для подъемников или лебедок. Но когда мы стали находить все новые и новые блоки, то заметили, что они выстраиваются в определенную систему. Всего Бесте обнаружил 18 блоков с квадратными отверстиями. Когда он нанес их на план, стало ясно, что они были частью более крупной системы. Гипогеум не всегда был таким, каким мы видим его сегодня. Мы всегда задавались вопросом, как можно было устраивать морские сражения и поединки гладиаторов в одном и том же месте. Но дело в том, что сначала стен, которые вы видите, не было. Арену поддерживали деревянные конструкции, которые можно было бы убирать. Но убирать весь пол арены, все столбы и балки, на которых он держался, было бы очень сложно. Преимущество римского общества заключалось в том, что, будучи рабовладельческим, оно не испытывало нехватки рабочей силы. При достаточном количестве хорошо обученных работников это была вполне выполнимой задачей. К тому же, в случае ошибки им угрожали серьезные неприятности. Известно, например, что император Клавдий приказал отдать двух провинившихся механиков арена на растерзание зверям, потому что они не выполнили то, что им было поручено. Это был большой стимул делать все как следует. Кроме того, римляне не сомневались в том, что для них нет ничего невозможного, а это составляло неотъемлемую часть их менталитета. Многие историки полагают, что превратить сушу в море или море в сушу менее чем за неделю было невозможно. Но на стадионе в Лос-Анджелесе Ли Зейдману удалось доказать, что невозможное возможно. Ему удается производить такие метаморфозы в перерывах между двумя крупными спортивными мероприятиями. Мы устанавливаем эти кресла, и ребята, которые стоят там, ждут сигнала, чтобы приступить к работе. Две бригады поднимают кресло, и ставят их на место, а потом к ним присоединяются остальные. Довольно часто на стадионе Зейдмана в течение одного дня проводятся два совершенно разных спортивных состязания. Сегодня он должен менее чем за три часа превратить каток в баскетбольную площадку. Игра скоро закончится, осталось около минуты, но наши ребята уже готовы. Сначала выйдет машина для чистки льда. Когда все будет сделано, на площадке начнут работать около сорока человек. Сначала они покроют лёд настилом. Как только настил будет уложен, мы займёмся всем остальным. В римском Колизее, вероятно, тоже начинали с настила. В этой миловой линии отмечен край баскетбольной площадки. Каждая секция пронумерована, поэтому можно работать в нужной последовательности. Такой пол можно начать собирать с центра, а затем, перейдя на внешнюю сторону, двигаться к центру. Это самый рациональный и быстрый способ сборки такого пола. Обычно 14 человек, работая с обеих сторон, собирают пол примерно за 45 минут. Всё делается одинаково. Это ручной труд. Вы видите, как секцию пола устанавливают на место. Отверстия выравнивают, вставляют соединительный болт. Затем берут следующую секцию, кладут её в нужное место, выравнивают и соединяют ещё одним болтом. В бригаде из 40 квалифицированных работников на сборку гигантской головоломки из более чем тысячи частей потребовалось немногим более двух часов. Сколько времени им потребовалось? Два часа... 23 минуты. Им полагается поощрение? Нет. Они уже получили поощрение. Их слишком много. Хорошо. 2.23. Молодцы, ребята. Сегодня вы хорошо поработали. Но если бы в те времена вы работали не так усердно, вас отдали бы на растерзание львам. Мы этого не делаем, верно? Но можно ли было собрать в Колизее настил на высоте пяти метров менее чем за один день? Зайдману эта задача кажется знакомой. Там, вероятно, использовались различные балки, которые состыковывались вместе, подобно тому, как в наши дни стыкуется покрытие баскетбольной площадки. Настил не был сплошным, а соединялся в шип. Имелись, должно быть, и металлические соединения. Даже сроки выполнения работ представляются реальными. Могу сказать, что в наши дни подобные трансформации в центре Степлс могут занять от двух до шести часов. У вас речь идет о такой поверхности и таком проекте, которые не могли быть созданы без хорошо продуманного плана. Они, вероятно, разбили арену на сектора, и как только вода уходила, в каждый сектор направлялось порядка пятидесяти человек, а все остальные приносили элементы конструкции, и на все уходило от восемнадцати до двадцати четырех часов. За прошедшие две тысячи лет на стадионах мало что изменилось, разве что сегодня вместо повозок, запряженных валами, применяются автокары. До сих пор собираются толпы, чтобы увидеть бои современных гладиаторов и последние технические достижения шоу-бизнеса. В первом столетии нашей эры римляне очень гордились своими техническими достижениями, особенно способностью управлять самым ценным предметом потребления в городе – водой. В античные времена вода была очень важным элементом цивилизации. Известно, что у римлян по всему городу имелись фонтаны, украшенные различными скульптурными композициями, символизировавшими их власть над водой. Но действительно ли их техника была настолько совершенной? В письменных документах того времени говорится, что Колизей можно было очень быстро подготовить к морскому сражению, но для этого требовалось всего за несколько часов залить гипогеум более 4,5 миллионов литров воды. Инженер-гидротехник Мартин Креппер произвел некоторые расчеты. Профессор Беста считает, что они могли сделать это. Это первый канал. Всего в Колизее 5 каналов. Вода поступала сюда из второго канала. Вот так. А отсюда в шахту. Да, в шахту. Под гипогеум. Это нижний конец вертикальной шахты. Да, вода поступала сверху. Какова была глубина? Думаю, около 1 метра. Как и все общественные здания в Риме, Колизей имел разветвленную систему водостоков. Пять каналов, проходящих по трибунами, могли использоваться для подачи воды в гипогеум. Но откуда поступала вода? Колизей расположен в долине между тремя из семи римских холмов. Эсквелином, Палатином и Целианом. Предполагают, что небольшой ручей Сан-Григорио протекал в непосредственной близости от него. Мог ли он быть источником воды? Да, мы встали. За прошедшие две тысячи лет Делина, на которой расположен Колизей, сильно изменилась. Уровень земли поднялся почти на 10 метров. Ручей Сан-Григорио по-прежнему существует, но течет теперь под землей. Мы можем произвести измерения, посмотрим, что показывает водомер. Три сотых метра в секунду. Скорость течения довольно медленная. Да и сам ручей невелик. 30 сантиметров в ширину, 15 в глубину. Этого слишком мало, чтобы наполнить гипогеум. Итак, если местных источников воды было недостаточно, она должна была подаваться в Колизей из древней римских акведуков. Система каналов протяженностью в 100 километров была гордостью империи. Но могла ли она обеспечить поступление более чем миллиона литров воды в час, что гарантировало бы быстрое наполнение Колизея? Доктору Краперу нужно вычислить, какое количество воды подавалось по системе, которой не существует уже полторы тысячи лет. К счастью, один из каналов продолжает функционировать, но лишь немногие знают, как до него добраться. Сегодня Акваверго снабжает водой фонтан Треви. 2000 лет назад это был один из 11 акведуков, пересекавших древний город. Скорость потока 0,3 метра в секунду, что составляет 300 литров в секунду или что-то в этом роде. Уровень воды значительно ниже арки. В античные времена объем поступавшей воды был, по крайней мере, в 4 раза больше. Этот древний канал дал доктору Краперу ключ к оценке системы водоснабжения Древнего Рима. Вычислив объем воды, поступавшей по этому каналу, проложенному всего в 150 метрах от Колизея, и толщину слоя воды над основанием арены, он может точно определить, сколько времени потребуется, чтобы наполнить гипогеум. Учитывая размеры впускных трупов и объем воды, которая могла проходить через них, можно обоснованно предположить, что на заполнение гипогеума Колизея уходило 6-7 часов, в любом случае гораздо меньше, чем сутки, что было вполне допустимо. Итак, наше исследование показало, что работники, обслуживавшие арену, могли убрать настил, перекрыть водосток и превратить гипогеум в озеро глубиной от 1 до 2 метров менее чем за полдня. Мы знаем, что римляне могли сделать это. Просто удивительно. Но мы по-прежнему не знаем, соответствует ли это действительности. Данные, подтверждающие, что проект строительства Колизея предусматривал его наполнения водой имели бы важное значение. Римляне были большими специалистами в области материаловедения и, как правило, облицовывали большие резервуары и бассейны высококачественным водонепроницаемым раствором. Эта технология была изобретена римлянами и постоянно ими совершенствовалась. Вода попадала сюда, совершенно верно. Раствор обеспечивал сохранность и водонепроницаемость этого здания на протяжении 1800 лет. Если проектировщики подземного гипогеума и Колизеи знали, что он будет заполняться водой, они покрыли бы его водонепроницаемым раствором, который применялся в резервуарах. Но было ли это сделано? Римские Колизеи, часть 4. Амфитеатр Цезаря бесспорно являлся одним из чудес Древнего Рима. Почти пять столетий здание служило популярным среди населения центром развлечений, пока землетрясения, пожары и отсутствие срез не привели его к закрытию в 523 году нашей эры. Сегодня мы называем его Римским Колизеем. История этого великолепного, овейного мифами и легендами сооружения насчитывает 2000 лет. Оно словно магнит притягивает туристов. Подземные каналы и населенные призраками коридора Гиппогеума могут многое рассказать о происходивших здесь событиях. Один из самых трудных вопросов связан с химическим составом стен Гиппогеума. Этот образец был взят в Колизее. Отличный образец. Профессора Руди Венг и Паула Монтеера, специалисты по бетону, ищут следы главного компонента водонепроницаемого раствора римлян, вулканического песка Пазелана. Если они найдут то, что ищут, тогда им возможно удастся доказать, что здесь действительно разыгрывались большие морские сражения. Римляне не всегда использовали Пазелан в качестве строительного материала. Его расходовали бережно и стоил он дорого. Поэтому водонепроницаемый раствор с Пазеланом применялся в случае необходимости. Чтобы раствор не пропускал воду, вулканический песок должен был вступить в реакцию, в результате которой образовывалась клейкая масса, заполнявшая даже микроскопические отверстия. Этот образец, взятый из резювара, имеет идеальный состав. Потрясающий бетон. Никаких пор. Трудно найти современный бетон такого же качества. Но с образцом из Колизея не все так однозначно. Думаю, что нам следует воспользоваться электронным микроскопом. Электронный микроскоп проясняет ситуацию. Я сосредоточил внимание на этой точке. Мы произведем химический анализ участка размером в один микрон. Посмотрим, что здесь. Высокий пик отражает содержание кальция, низкий, кремния. И, наконец, рентгенографический анализ с целью обнаружить химические следы вулканического клея. Вот образец из резервуара. Этот пик свидетельствует о его большой водонепроницаемости. Теперь раствор из гипогеума Колизея. Пик есть, но он намного меньше. Я немного разочарован, потому что ожидал увидеть большой пик, но его нет. Это означает, что они использовали какое-то количество позолана, но если они действительно хотели сделать систему водонепроницаемой, то на этот раз не проявили должного усердия. Хотя стены гипогеума были водонепроницаемыми, они не обеспечивали защиты от влаги на протяжении лет и даже столетий, в отличие от больших римских резервуаров для хранения воды. Вопрос, почему? Тот факт, что раствор, покрывавший стены гипогеума Колизея, не был рассчитан на многократное воздействие воды, не противоречит историческим фактам. Возможно, в таком качестве Колизей использовался прежде всего несколько раз, непосредственно после открытия. Это, по-видимому, и есть ответ. Но у Махи морские сражения почти наверняка проводились в Колизее после его открытия в 80-м году нашей эры. Это было потрясающее зрелище. Боевые триремы в натуральную величину с командами сотен военнопленных, ведущих смертельный бой на воде и в воде. В отличие от более благородных поединков гладиаторов, эти сражения были жестокими и яростными и часто заканчивались гибелью людей. Те, кого не убивали, тонули, упав за борт, несмотря на то, что там было неглубоко. Не умевшие плавать, тонули, увлекаемые под воду тяжелыми доспехами или получив удар по голове. Думаю, что потери были весьма значительными. Но для этого и предназначалась арена. Просто поразительно, какие грандиозные и дорогостоящие представления устраивали римляне ради развлечения. Но если мы сравним их развлечения с нашими, то обнаружим большое сходство. Мы тратим огромные суммы денег на телевидение, фильмы и спорт. У нас тоже есть арены. И хотя там не убивают людей, они тоже должны развлекать, обеспечивать зрелище. Наша группа доказала, что римляне нашли способ наполнять гипогеом четырьмя с половиной миллионами литров воды всякий раз, когда им этого хотелось. Поэт Марциал вероятно писал правду. Морские сражения действительно проводились здесь, в амфитеатре Цезаря, в римском Колизее. Но потом огромные расходы, связанные с их подготовкой, сделали их недоступной роскошью. И гипогеом заполнили стены и коридоры, которые мы видим сегодня. Спустя почти две тысячи лет нам остались лабиринты подземных коридоров и взмывающие высь трибуны, по которым до сих пор эхо разносит рёв толпы, звуки смертельной схватки и тишину внезапной смерти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова